На этот раз Рустамусин посетил участок рыбхоза, который расположен на втором сбросном канале Кармановской ГРЭС. Здесь разводят преимущественно карпа. Рыбы находятся в садках в зависимости от возраста и веса. К примеру, эти – трехгодовалые, весом 5 килограммов, и считаются маточным поголовьем. Все маточные склады карпа сидят у нас вот здесь, в садках, в начале. Сейчас в начале апреля прошла инкубация, и там все находятся груды. Сейчас они как раз зарываются личинкой карпа. Распорядок дня у рыб строгий, в 3 часа – обед. Кормят 5 раз в день через специальные раздатчики. Количество корма регулируют в ручном режиме в зависимости от веса рыбы и температуры воздуха. В последние годы из-за аномальной жары летом температура воды достигает 35 градусов. А так как рыба – хладнокровное существо, разводчикам приходится снижать рацион или даже оставлять рыбу голодной. По словам руководителя кармановского рыбхоза, повышение температуры влечет за собой загрязнение воды, что неблагоприятно сказывается на разведении рыбы. Для нейтрализации органических остатков им приходится использовать негашеную известь. Свою лепту вносит и работа ГРЭС. Мы и от ГРЭС зависим частично. То есть на ГРЭС, допустим, не работает, турбины не работают, поток воды уменьшается. Потока воды нет, нет кислорода в воде. А рыба же все равно дышит кислородом, она никак не может быть кислородом. Соответственно, проблема возникает. На каждой линии у нас по 10 аэраторов стоит. То есть в случае экстремальных ситуаций включается аэратор и аэрирует воду. Летом возникают проблемы и в перевозке продукции на дальнее расстояние. Ведь если зимой в термоемкость объемом 2,5 куба загружают до 1 тонны рыбы, то летом возможно лишь 300 килограммов. Однако все это не мешает хозяйству стабильно развиваться. На сегодняшний день карманский рыбхоз производит 1500 тонн рыбы в год. И это 95% всей рыбной продукции Башкортостана. К тому же хозяйство входит в тройку наиболее крупных рыбохозяйственных предприятий в России. Это работают несколько человек. И наши жители, и жители города Нефтекамска. То есть рабочими местами они многих обеспечивают. Параллельно они занимаются сельским хозяйством. Вот 3,5 тысячи гектаров они имеют поля. Положительный момент, что идут отчисления наш районный местный бюджет. Вот где-то, наверное, в пределах 5 миллионов поступает наш бюджет. Это тоже хорошее подспорье. Я думаю, что все предпосылки для хорошей дальнейшей работы есть. Вот все это здесь создано, налажено. Весь шлейф от начала посадки мальков, выращивание и до продажи. Все у них уже отработано. Я думаю, что перспективы предприятия хорошие. По словам директора, в планах у предприятия наращивать производство форели. Сейчас основной участок находится в Кумертау. Там выращивают более 250 тонн рыбы. А также увеличивать производство осетровой икры. На сегодняшний день Кармановский рыбхоз реализует в среднем 1500 тонн продукции.